Друзья, друзья, уделите минутку вашей времени. На улице летом, жара. Но у вас по каким-то причинам нет возможности поехать на речку. А рыбалка вам только снится. А о таком виде отдыха, как море, вы можете только мечтать. Значит, предлагаю вам посмотреть данное видео. В данном видео я покажу и расскажу, кто чего и почем продает. Будут находки как обычных комрадов, так и коллекционеров. Чего продают, сколько хотят и сколько им за это реально дают денег. Так что, если вам это интересно, усаживайтесь поудобнее и будем смотреть вместе. А тем, кому не интересно, идите дальше бороздить просторы Инета. Смотрим. И первый лот. Вот такой вот красавец-жетон. Мариинская барачная лечебница 1903 года. Материал серебро-эмаль. Состояние по фото. Продавец пишет. Российская империя. Частная мастерская. Начало 20 века. На обратной стороне видно год 1903. И инициалы ИГ. Никитин. Серебро 84 проба. Размеры 50 на 22. Вес 13,3 грамма. За лотом слетило 42 человека. Стартовая цена была небольшая. Всего 4 доллара. Было сделано 88 ставок. И лот ушел за 145 долларов. Или 9430 рублей. Лот. Комплект украшений славяне. 10-11 век. Материал бронза. Состояние коллекционное. Без вмешательств. За лотом следило 3 человека. Стартовая цена была 68 долларов. Но то ли не нашлось ценителя. То ли хотелка у продавца была большая. Данный лот не был продан. Не было сделано ни одной ставочки. Следующий лот. Красавица лунница. Материал золота. Состояние похода. Вот всегда было интересно. Как их делали. Как можно было в то время припаять вот такие вот маленькие золотые шарики. Интересно сколько их потеряли в процессе пайки. Итак вернемся к лоту. Стартовая цена была меньше 4 долларов. Следило за лотом 60 человек. Было сделано 320 ставок. И лот ушел за 1475 долларов. Или 95725 рублей. Да. Продавца спросили. Это ваша личная находка? Он немного подумал и написал. Нет. Не моя. Наверное чтобы не приехали и не попросили поделиться. Хе-хе. Следующий лот. Это княжеская серебряная печать. Старбинная. Материал с ребром. Состояние по фото хорошее. Продавца спросили. Откуда. Где взял такую неоднозначную вещь. Он честно ответил, что купил ее легально у родственников одного известных в свое время одесских врачей. Их семье эта печать продавалась с поколения в поколение. Ну, решили ее продать. Хе-хе. Люди определили, что это так сказать семейная печать с изображением двух гербов. Стартовая цена была меньше доллара. За лотом следило 101 человек. Было сделано 187 ставок. И печать ушла за 686 долларов. Или 44 562 рубля. Следующий лот продавец назвал так. За службу родине в ВС СССР. Состояние по фото. За лотом следило 29 человек. Стартовая цена была меньше 4 долларов. Было сделано 65 ставок. И лот ушел за 448 долларов. Или 29 070 рублей. Красивая. Какое большое зеркало. Зеркало скифов. Хотя, согласитесь, похоже чуток на сковороду. Но нет, это зеркало. Оно было в свое время наполировано и блестело. Хотя, по данному лоту было много споров. Одни говорили, что это Рим. Другие скифы. Но все же сошлись в мнении, что это все же скифский период. За лотом следило 29 человек. Стартовая цена была в 2 219 долларов. Но, то ли не оказалось покупателя в нужное время, в нужном месте. То ли хотелка продавца была очень большая. Но данный лот так и не был продан. Следующий лот у нас вот такая вот необычная бронзовая пепельница. Продавец пишет. Материал бронза. Состояние хорошее. Размеры пепельницы 28 на 17 сантиметров. Состояние по фото. И вес около 3 килограмм. Вот это да, 3 килограммовая пепельница. Но если честно, я хоть и не курю, но пепельница красивая. Я хотел бы себе такую пепельницу. За лотом следило немного. Всего 2 человека. Стартовая цена была 36 долларов. И под окончание торгов была сделана всего лишь одна ставочка. И этот лот был продан все за те же 36 долларов. Или 2357 рублей. Красивая пепельница. Следующий лот, наверное, опять из Бародедушки. Такое мы уже видали. Коньяк Черноморский 0,5 литра. УРСР. Материал. Коньяк стекло. Состояние по фото. Продавец написал. Задавайте вопросы. На все отвечу честно. За лотом следило 13 человек. Стартовая цена была 35 долларов. Было сделано ровно 100 ставок. И лот продан за 509 долларов. Или это 33 012 рублей. Хорошая цена для коньячка, который сделан из спирта, которому было не меньше 10 лет. Красава. Лот. Орден полярной звезды с документами на гражданина СССР третьего типа. Продавец пишет. Материал серебро. Состояние по фото. Дефектов не вижу в родной коробке. За лотом следило не очень много. 8 человек. Стартовая цена была 121 доллар. Продавец сделал очень много фотографий, чтобы все увидели какой это на самом деле красивый орден. Ну и чтобы убедились в том, что дефектов действительно нет. Было сделано 109 ставок. И лот продан за 222 доллара. Или 14 412 рублей. Красивый. Следующий лот это часы в шикарном состоянии. Так продавец назвал лот. Материал дерево, металл. Состояние прекрасное. Скромно. Старинные часы в ореховом корпусе. Высотой 96 и шириной 40 сантиметров. Циферблатом диаметром 18,5 сантиметра. Просто обалденный бой. Родное выпуклое стекло. Ровный точный ход. Но знающие и глазастые люди определили, что верхняя шишечка на воде. Еще некоторые детали по дереву тоже сделаны в наше время. Также определили, что маятник не с этих часов. Старый, но не с этих. Но несмотря на все это, за лотом следило 44 человека. Стартовая цена была в 31 доллар. Было сделано 126 ставок и лот продан за 329 долларов. Или 21 360 рублей. Вот это часы. А такой лот я вижу впервые. Монеты СССР 158 килограмм. Вы только представьте, 158 килограмм. Это три мешка сах. Это жесть просто. Материал, металл. Состояние по фото. Пилотом следило 2 человека. И естественно, они задали вопрос, откуда такая куча монет. 158 килограмм. Целый сундук. В то время это было состояние. Интересно, сколько там, если посчитать, сумма. Продавец ответил, что он ничего не знает. Ему монеты дали на реализацию. За комиссию или процент. Как кому угодно. На следующие вопросы продавец не ответил. Стартовая цена была 323 доллара. Это у нас выходит больше 50 гривен за килограмм. Или 130 рублей за килограмм. Плюс-минус. И была сделана всего лишь одна ставочка. И лот продан все за те же 323 доллара. Или 20952 рубля. Лот Москви 412 ИЖ. Точнее, модель автомобиля времен СССР. Вопросов было задано очень много. И вопросы были, как будто люди покупают настоящий автомобиль. Есть сколы, трещины, шпаклевалось, как краска. Что с трансмиссией? За лотом следило 28 человек. Стартовая цена была меньше доллара. Было сделано 104 ставки. И данный лот продан за 265 долларов. Или 17 026 рублей. Да настоящий, наверное, сейчас стоит меньше. Лот динарии 79 штук. Материал серебро. Состояние по фото. Продавец все сделал правильно. Разложил монетки. Пронумеровал их. И не зря. Люди начали задавать вопросы. Сделайте, пожалуйста, фотографию номера 69 или какого-то другого. Продавец на все отвечал. Все делал. И не зря. Стартовая цена лота была для большего азарта меньше доллара. За лотом следило 32 человека. Была сделана 101 ставка. И лот продан за 486 долларов. Или 31 532 рубля. Коллекция перстней. 154 штуки. Представьте, 154 кольца. Вот это да. Я сколько еще не видел. Стартовая цена была меньше доллара. За лотом следило 11 человек. Было сделано 20 ставок. И окончательная цена была 363 доллара. Но лот таки не был продан. Потому что в данном лоте была установлена резервная цена. И окончательная цена не достигла резервной. И лот остался продавцу. Не устроили его 363 доллара за 154 перстня. Следующий лот это у нас эхо войны. Жетон СС. Стартовая цена была 100 долларов. Следило за лотом 10 человек. Было сделано 31 ставка. И лот продан за 129 долларов. Или 8394 рубля. Хотя подавец признался, что лот он купил здесь. И по той цене, что купил и продает. Потому что так сложились обстоятельства. В итоге он заработал еще 29 баксов. Неплохо. А на таких гоняли наши дедушки. Мотоцикл Днепр МТ-12. Материал разный. Состояние по фото. Мост и коробка крутятся. А мотор не проворачивается. Видимо попала вода в цилиндре. Так как стоял без свечей. Все как на фото. Документов нет. Честно. Злотом следило 2 человека. Стартовую цену поставил продавец. Не очень большую. В 181 доллар. И по окончанию торгов. Была сделана всего лишь одна ставочка. И мотоцикл ушел за все те же. В 181 доллар. Очень недешевый лот. Самовар фабрики Плевкевича. Материал мельхиор. Серебрение. Кость. Состояние коллекционное. Описание. Самовар. Ваза ручки. Рогами вверх. Серебрение. Мельхиор. Чеканга. Потом продавец описывает все как на фотографии. Это вам будет не интересно. Потому что это видно. Добавляю. Что сделан с 3 четверти 19 столетия. Емкость 4 литра. Высота 45 сантиметров. Но глазастые покупатели досмотрели. Что ручки из кости уже наводел. Потом продавец вспомнил. О да. И заменили. Потому что их не было. Но все же. Стартовая цена была. Да. За лотом следило 50 человек. Стартовая цена была 6455 долларов. Было сделано 45 ставок. И лот ушел за 7467 долларов. Или 484770 рублей. Почти пол ляма. Вот это тебе самовар. Татуэтка. Девушка с котом. Материал. Фарфор. Дефекты на фото. Продавец сделал правильную фотографию. С указанием всех дефектов. Чтобы потом не возникло вопросов. За лотом следило 107 человек. Стартовая цена была не очень большая. В 28 долларов. Ставок было 48. И лот продан за 3490 долларов. Или 226606 рублей. Вот это тебе и девушка с котом. Следующий лот. Варварское подражание Аурису. Мечта. Материал золота. Состояние по фото. Описание скромное. Коллекционные состояния. Стартовая цена была для азарта меньше доллара. За лотом следило 42 человека. Было сделано 208 ставок. И лот продан за 1836 долларов. Или 119189 рублей. Красивый. Лот империи. А именно 10 рублей. Материал золота. Состояние по фото. Екатерина. Вторая. 1775 год. Сидело за лотом 14 человек. Но стартовая цена была не маленькая. 1613 долларов. И по качанию торгов была всего лишь одна ставочка. И лот продан за все те же 1613 долларов. Или 104 758 рублей. Лот. Каменный топор. Поздний неолит. Бородинского. Четвертого типа. Материал камень. Состояние по фото. Размеры. Длина 17,5. Отверстие 1,9 см на 1,7 см. Лезвие топора 6 см. Обух 2,8. Визуально найден на реке Сула. Вымыло дождем. Вот так вот. Шел человек по берегу реки. Оп. За лотом следило 136 человек. Стартовая цена была небольшая. Около 4 долларов. За лотом следило 136 человек. После 343 ставок лот ушел за 3052 доллара. Или 198 151 рубль. Вот это тебе погулял после дождичка в четверг. Лот комплект Киевской Руси. Материал серебро по золото чернь. Состояние по фото. Описание. Женский комплект Киевской Руси. Наручный браслет. Крестенек под реставрацию накладки. За лотом следило 59 человек. Стартовая цена была небольшая. 40 долларов. Было сделано 157 ставок. И лот ушел за 2738 долларов. Или 177 767 рублей. Лот 5 рублей 1829 года. Народи называют просто масон. Материал золота. Состояние по фото. Как по мне монетка просто идеальна. За лотом следило 27 человек. Но стартовая цена была в 1492 доллара. Один человек спросил. А возможно ли оплата через неделю после покупки. Продавец согласился. И была сделана всего лишь одна ставочка. И лот продан за все те же 1492 доллара. Или 96 858 рублей. Лот Дукат 1636 года. Материал золота. Состояние по фото. За лотом следило 43 человека. Стартовая цена была немаленькая. 484 доллара. Было сделано 316 ставок. И лот продан за 1331 доллар. Или 86 426 рублей. Лот ММГ Нагада. Подарочный наградной. Материал железо и сплав. Состояние хорошее. Дуло залито свинцом. Все клацает. Продавец пишет, что нашел его под крышей дома. Наверное своего. За лотом следило 95 человек. Стартовая цена была меньше доллара. Как мы знаем для большего азарта. Была сделана 221 ставка. И лот продан за 993 доллара. Или 64 453 рубля. Чуток не хватило до штуки баксов. Взял. 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 нашел я правильный сигнальчик 44 46 сейчас попробуем выкопать так сказать онлайн